Добрый, добрый, добрый день, дорогие зрители канала Домашний очаг с Мариной. Я очень рада сегодня снова встрече с вами. 8 августа, 8.08 понедельник. Дорогие мои друзья, каждый день с понедельника по пятницу я выхожу к вам в эфир для того, чтобы не только помочь вам самоорганизоваться в уборке в вашем нашем доме, но, может быть, немножко и мотивировать. Дорогие мои друзья, сегодня необыкновенный день, необычный день. Сегодня 8.08. Как бы мы ни относились к эзотерике и к духовности, очень часто нас завораживает значение чисел. И восьмерка – это действительно уникальное число. Я хочу вам сказать, что это знак бесконечности. Но для меня это намного большее обозначение. Я очень хочу вам рассказать свою сегодня философию, прежде чем мы с вами начнем убирать. Дорогие мои друзья, восьмерка – это не только знак бесконечности куда-то в будущее или в неопределенное будущее. Это знак, который возвращает нам энергию обратно. С сегодняшнего дня, дорогие мои подруги виртуальные, я хочу каждый день рассказывать вам одно правило, один закон, который поможет стать вам счастливым. Дело в том, что можно родиться счастливой, но бывает так, что жизнь ломает наши струны души, и нам надо учиться быть счастливой. И вот, дорогие мои друзья, действительно, отдавая добро, тепло и любовь, не надо ждать того, что вам должны ответить или поблагодарить за это. Если вы добро дарите с таким смыслом, значит, вы добро продаете. И я хочу с сегодняшнего дня, каждый день, рассказывать вам о законах счастья. Конечно, счастье у всех разное, но есть правила, о которых говорят на тренингах и на лекциях, но очень многие не имеют возможности попасть на такие тренинги. Но есть такие законы, правила, если вы будете не только прислушиваться к ним, но и вырабатывать себе эти качества, вы действительно в самое ближайшее время, отдавая тепло, нежность и заботу, бескорыстно получите много-много прекрасных моментов, радостных в своей жизни обратно. Поэтому с сегодняшнего дня мои видеозадания будут сопровождаться еще и тем, что каждый день я вам буду рассказывать об одном законе счастья. И сегодня понедельник, 8.08. И мы с вами будем учиться быть благодарными в судьбе за все, что у нас есть. Дорогие мои друзья, каждое утро давайте начинать с того, что будем благодарить за это солнце, за этот мир, за семью, за дом. В конце концов, за то, что мы живем. А ведь все остальное в наших руках. Поэтому с сегодняшнего дня мы с вами будем учиться быть счастливой, мотивировать себя на это и поможет нам в этом самоорганизация. Сегодня мы с вами начинаем уборку в кухне. Дорогие мои друзья, кухня это действительно настоящий домашний очаг. Но проблема в том, что в кухне соединяются как раз и все стихии. Здесь у нас и огонь, и вода, и металл, и земля, и воздух. И очень часто ваша кухня может создавать такой центр вибрации. Я вам рассказываю о том, что особенно мамы, когда деток собирает в школу, или вот семья собирается за ужином, за завтраком, у вас есть прекрасные 10-15 минут, пока семья завтракает обедать, действительно каждого проксирить, увидеть каждого настроения, мотивировать, подбодрить. Дорогие мои женщины, как бы вам утром не было тяжело, пожалуйста, сделайте вот этот зател для всей семьи. Дайте им на подстве в этот день с любовью, с нежностью. Конечно, чтобы у всех ваших близких была не только удача, но и безопасность в этой жизни. Поэтому, конечно, эти все мероприятия лучше всего на кухне производить. Поэтому кухня это очень важный центр нашей семьи, нашего дома. Сегодня мы с вами начинаем уборку, конечно, в холодильнике. И постоянные зрители моего канала уже понимают, что холодильник для нас не является проблемой уборки, потому что всего 10-15 минут надо на то, чтобы все вынуть из холодильника, все продукты, для того, чтобы прежде всего сделать ревизию. Обязательно мы должны с вами протереть холодильник любым препаратом, который убирает запахи в холодильнике. Конечно, это органические средства. Вы можете вода с содой и губкой протереть, вы можете горчицу разбавить водой, протереть. И такие соды очень хорошо убирают запахи. Поэтому обязательно мы сегодня с вами и помоем холодильник. Те, кто месяц назад пользовался вот такой вот пленочкой, закрыл полочки в холодильник, сегодня оценят преимущество этого способа. И одна дорогая моя зрительница посоветовала эту пленочку хранить в холодильнике. Ну, конечно, мы ее не будем постоянно хранить в холодильнике. Но вот, например, убирая сегодня, вчера вечером вы могли положить эту пленочку в холодильник, и она очень хорошо сегодня будет раскрываться, и вы все полочки хорошо по-новому закройте. Это очень удобно. Во-первых, эстетически не меняется абсолютно качество у вашего холодильника, и очень удобно убирать. Поэтому сегодня все, кто воспользовался моим полезным советом, оценят его качество. Дорогие мои друзья, очень хорошо и очень правильно в холодильнике хранить продукты в контейнерах. Мы храним продукты или в пищевых контейнерах пластиковых, стеклянных, можно нержавейки, можно эмалированных. Это очень-очень удобно. А мой совет, как многодетной мамы, еще очень удобно то, что, например, утром, когда мы собираемся на работу, все любители бутерброда или перекуса, я сразу беру, нарезаю колбаску, которую покупаю, сразу нарезаю сыр, выкладываю в такой пищевой контейнер, закрываю герметично его, и практически у меня готовый такой бутербродный нагод. Всем моим домашним очень удобно использовать такую нарезку. Плюс у меня всегда чисто на кухне и перекус всегда под рукой. Поэтому контейнеры используйте обязательно. И очень удобно, если вы жарите, например, котлеты или рыбу, какие-то мясные продукты, также переложите их сразу в пищевой контейнер, помыть сковородку и спрятать её, для того, чтобы сковородка не хранилась в духовке. Это очень-очень удобно, поверьте мне. Сегодня мы с вами моем внутри холодильника, пересматриваем качество продукта, записываем в ежедневник, что бы мы хотели бы подкупить с вами. И обязательно обращаем внимание теперь и снаружи холодильника. Я пользуюсь стеклоочистителем. Буквально несколько нажатий стеклоочистителей, влажная салфетка или фибросалфетка, протираем снаружи, и холодильник в идеальном состоянии. Обратите внимание на то, что у вас на холодильнике. Очень часто мы выкладываем сюда какие-то коробки, может быть техника, которой мы не пользуемся. Поэтому, пожалуйста, посмотрите визуально на вот этот вид, который у вас на холодильнике. При любой возможности уберите то, что не должно быть на глазах, и создаёт какой-то загромождённость или захламлённость. Но, дорогие мои друзья, помыть внутри холодильник, наверное, это не очень сложно. И очень часто, конечно, вы сами по мере доступа продуктов делаете ревизию. Сегодня я хотела обратить внимание и тех хозяйств, у кого есть морозильные камеры, или вот холодильные морозильные камеры. Сейчас у нас конец лета, дорогие мои друзья. И сегодня у меня на столе не цветы комнатные или садовые, а именно фрукты. И давайте обратим внимание в этот период, конец лета, на то, что мы можем с вами заморозить. Прежде всего, конечно, это идёт разговор о зелени, а не о мясе и о рыбе, о фруктах, какие можно использовать зимой для компотов, для киселей. Поэтому это время для нас очень ценно. Не пропустите это время. А мясные продукты и рыбные продукты, мне кажется, сейчас настолько доступны в магазинах, супермаркетах, что вы всегда можете эти продукты подкупить свежие. А вот фрукты для компотов или киселей очень сложно будет в зимний период найти. Поэтому, пожалуйста, я очень хочу, чтобы вы сегодня обратили внимание на морозильную камеру, привели её в порядок, пересмотрели, может быть, продукты, которые давным-давно там заморожены, а очень часто даже вы, может, и не определите, что это за продукт или какой-то мясной полуфабрикат. Поэтому сегодня, пожалуйста, от начала и до конца занимаемся холодильником. Но в связи с тем, что мне очень хочется свои видео наполнить ещё и разговорами о здоровье, о красоте, о долголетии, конечно, безусловно, мы должны поговорить с вами и о питании. Наверное, каждая женщина поздно или рано приходит к каким-то диетам. Я очень хорошо отношусь к диетам. Но мне кажется, прежде всего, смысл здесь заключается в том, чтобы себя научить самоорганизованности в питании, или дисциплине, или какой-то выдержке. Потому что настолько именно к холодильнику нас постоянно тянет, когда у нас хорошее настроение, нам хочется что-то перекусить, или когда нам грустно, нам хочется косточек сыра, может быть, съесть. И это бесконечно продолжается на протяжении дня, а у некоторых даже и ночью. Поэтому любая диета, прежде всего, это самоорганизация себя. Но вот сейчас, в летний период, дорогие мои друзья, большое внимание, обращайте, конечно, на употребление фруктов и овощей. Это так называемая растительная клетчатка. Я осенью и зимой буду вам рассказывать о других видах клетчатки, которые мы с вами обязательно будем употреблять для того, чтобы и очищать свой организм, и наполнять полезными микроэлементами, и омегой-3, и для того, чтобы организм был бодрый, самочувствие было хорошее, ну и в любом случае принес нам пользу. Но сейчас незаменимая польза именно в свежих овощах и фруктах. Очень хорошо, конечно, вот иметь порцию на день фруктов и овощей. Но все мы сейчас продвинуты. Мы знаем, что чем больше мы употребляем фруктов и овощей в течение дня, тем наш организм наполняется больше витаминами и микроэлементами. Укрепляется иммунитет, который нам вот-вот скоро должен помочь в сырую пасмурную погоду. Ведь не за горами ось. Поэтому очень хорошо помыть вот такую тарелку фрукт, поставить на стол вот в такую вазу, и для того, чтобы и вы, и ваши детишки за день съедали вот эту вот порцию. Это будет очень важно для вас и для вашей семьи. Поэтому о питании очень серьезный разговор у нас с вами идет, потому что очень часто питание перегружено большим количеством углеводов, жиров, которые в летний период не только нежелательны, но и, конечно, угнетает наше самочувствие и наше настроение. Дорогие мои друзья, каждый день я выхожу в эфир для того, чтобы прежде всего разбудить вас, пожелать вам очень хорошего дня, чтобы вы были бодры, радостны, счастливы в конце концов. Каждый день, независимо ни от погоды, ни обстоятельств, которые нас окружают, дорогие мои женщины. Все обстоятельства в наших руках, но мы сегодня с вами учимся благодарить эту жизнь, эту судьбу, для того, чтобы научиться быть счастливой. Спасибо, что вы были со мной. Мы с вами работали в зоне холодильника. Подтекст мой заключался в том, что, дорогие мои женщины, мы еще с вами успеваем лето, привести в порядок еще свою фигуру и наполнить себя витаминами, микроэлементами, для того, чтобы быть бодрой, здоровой и очень активной. Спасибо, что вы были со мной. Чтобы быть счастливой, не надо успевать все, надо успевать главное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!